...на свою безопасность. Действия США недопустимы для союзников. Это реакция Парижа на сообщение о слежке за руководством страны. Лидеров Пятой Республики Оланда, Саркази и Жака Ширака 6 лет прослушивали американские спецслужбы. Это новое разоблачение Викиликс. Президент Франции экстренно созвал заседание Совета обороны и национальной безопасности. Посол США в Париже вызван в МИД для объяснений. С подробностями скандала с прослушкой Анастасия Попова. Франция не потерпит посягательств на свою безопасность. Система контроля и защиты коммуникаций уже усилена, заявили в Елисейском дворце после экстренного заседания Совета безопасности. Правда, прошло оно в высечённом составе. Франсуа Аллант позвал лишь премьера, главу МВД и МИДа. Во второй половине дня американского посла ждут на набережной Арсе. Её вызвали на ковёр, требуя объяснений. Представитель французских спецслужб высокого ранга за разъяснениями поедет в Штаты лично. Это неприемлемо среди союзников. Сложно принять, что между нами может существовать подобная практика, в частности прослушивание президентов республики. В базу данных американской разведки попали номера чиновников во Французском министерстве иностранных дел, финансов, Минобороны, сельского хозяйства. АНБ даже записывало сообщения, идущие по зашифрованному каналу прямой линии связи между главами государств. В опубликованных списках телефоны министров, советников президента, его администрации и даже мобильный номер самого главы Пятой Республики. Причём не одного, а всех трёх. Жака Ширака, Николя Саркази и Франсуа Алланда. И запись его разговоров. К примеру, понятно, Франция тайно готовилась к выходу Греции из зоны евро ещё три года назад. Франция, которая уже усилила свою систему контроля и защиты, не потерпит никаких действий, ставящих под угрозу её безопасность и защиту её интересов. Документы, переданные ресурсом Викиликс, газете Либерасьон и агентству Медиапар, раскрывают попытки Жака Ширака протолкнуть на пост замгенерального секретаря ООН своего человека. В расшифровках записи телефонных разговоров с Аркази 2010 года видно его возмущение тем, что США называют Францию своим союзником и при этом не хотят делиться с ней секретными данными. Тот же Аркази пытается стать спасителем Европы во время финансового кризиса и хочет запустить палестино-израильские переговоры в обход США. Разоблачения могут сильно испортить отношения французов не только со штатами, но и с Германией. Выяснилось, что Алланд не раз пытался действовать за спиной у Меркель. Париж планирует провести закрытую встречу своего руководства с лидерами социал-демократической партии Германии. Премьер-министр республики предупредил президента, что встреча должна оставаться в строжайшем секрете во избежание дипломатических проблем, которые могут возникнуть между Германией и Францией в случае, если Ангела Меркель узнает о намерениях Алланда встретиться с оппозицией у неё за спиной. В Белом доме заверили за Франсуа Алландом, они не шпионили. Французы для нас союзники, написал пресс-секретарь Нед Прайс. Ранее Барак Обам уверял, программу прослушки свернули в прошлом году. Но так ли это? Сергей Лавров, который присутствовал накануне на переговорах нормандской четвёрки во французском МИДе, открыто сомневается. Я этого не видел, но не удивлюсь, не удивлюсь. По крайней мере скажу, что сегодня на Кадарсе, когда мы вели переговор, у нас периодически то выключались все микрофоны, то все микрофоны включались. Впрочем, те, кого прослушивали, особого удивления не высказали. По их словам, эта практика повсеместна. В самой Франции сегодня должны рассмотреть и принять новый закон о разведке. Так что публикации в Викиликс совсем не случайно. Политиков только поразили размах и масштабы слежки. Впрочем, дальше громких высказываний и показных обид дело, скорее всего, не дойдёт. Та же история с тотальной прослушкой политиков Германии после полугодовалого расследования в итоге закончилась ничем. Несмотря на обилие очевидных фактов, доказать вину американского агентства в суде странным образом не удалось. Дело в итоге замяли. Анастасия Попова, Лея Бернацкий, Вести из Парижа, Франция. Вашингтон оправдывается и опровергает, правда, несколько уклончиво. Мы не нацелены и никогда не будем нацелены на средства связи президента Оланда, заявил чиновник Белого дома Нед Прайс. Правда, по сути вопроса, а была ли прослушка ранее, ничего так и не сказал. И вот ещё заявление тоже из Парижа, но по другому поводу. Альтернативы минским договорённостям не существует. Стороны украинского конфликта должны до пятницы договориться об отводе тяжёлых вооружений с линией противостояния. Министры иностранных дел России, Франции, Германии и Украины. Это формат нормандской четвёрки. Вели переговоры до глубокой ночи. Привлекли внимание наших коллег к тому, что неправомерные попытки арестовывать российскую собственность, собственность российского государства, не помогают развивать наши двусторонние отношения. Мне показалось, мы нашли понимание у моего французского коллеги. По крайней мере, налицо было стремление избегать каких-либо движений, которые будут искусственно наши отношения осложнять. Участники встречи нормандской четвёрки подчеркнули необходимость перехода к политической реформе, что также зафиксировано в Минских соглашениях. То есть к децентрализации власти и наделению регионов Донбасса особым статусом. Но вот только прекращать огонь в Донбассе киевские власти, похоже, всё-таки не намерены. Сегодня ночью на окраине Полтавы загорелся грузовик, который ввёз боеприпасы на Восточный фронт. Уже выяснилось, что это были запрещённые минскими соглашениями 120-мм мины общим весом в 24 тонны. В какой-то момент они начали взрываться. Осколки разбросало по окрестностям. До ближайших жилых домов от места ЧП менее километра. И местные жители решили, что произошла диверсия. Сейчас трасса на Киев перекрыта. Территорию обследуют взрывотехники. Президентский совет по науке и образованию собрался в Кремле. Заседание проходит в эти минуты. В условиях санкций Россия стремится максимально снять зависимость от зарубежных разработок и технологий. Владимир Путин призвал разработать стратегию научно-технологического развития нашей страны на долгосрочный период. Она должна учитывать внешние вызовы. В мире происходят стремительные изменения. Они затрагивают все стороны жизни, в том числе научно-техническую сферу. Ведущие государства стремятся гибко реагировать на такие тенденции, создавать новые механизмы поддержки и развития системы научных исследований. И мы, безусловно, должны быть готовы к такой конкуренции. Собственно, это вопрос о нашем научном и технологическом суверенитете. О том, чтобы внешние вызовы, какие-либо ограничения, попытки сдержать Россию, а также слабость собственного научного потенциала не становились барьером для развития, для нашего роста. Речь вовсе не о том, чтобы уметь делать всё самим. Это невозможно. Подобная интеллектуальная изоляция способна привести лишь к отсталости. А вот если мы сможем обеспечить лидерство по ряду ключевых направлений, если от российских технологий будут зависеть партнёры, и при этом мы будем способны быстро впитывать и использовать чужие наработки, то такая взаимозависимость серьёзно будет укреплять наши позиции. И мы сможем на равных разговаривать с другими участниками глобального технологического развития. Стоп-лист для НКО в Совете Федерации предлагают создать список иностранных некоммерческих организаций, которые наносят вред интересам России. Идею сегодня озвучил глава Международного комитета Константин Косачёв. Он напомнил, что НКО играют ключевую роль в организации цветных революций страны Запада, используют их для смены неугодных правительств. По сведениям Косачёва, за последнее время западные фонды резко увеличили финансирование своей деятельности в России. В 2014-м оно достигло 70 миллиардов рублей и продолжает расти. Этому необходимо противостоять, считает парламентарий. Мы не имеем ни политического, ни морального права допустить ни югославских, ни иракских, ни украинских сценариев. Мы в ответе за страну, которую уже один раз потеряли. И чтобы не повторить ещё одного развала, а значит и поражение страны, нации, надо держать на эффективном контроле работу внешних игроков на российском общественном и политическом поле. России пора составить собственный перечень вмешивающихся в наши дела зарубежных неправительственных организаций, своего рода патриотический стоп-лист. Тема действительно очень важная. Есть предложение поддержать, предложение провести совместную работу, подготовить необходимое обращение с тем, что мы могли рассмотреть его в окончательном виде 8 июля на нашем завершающем заседании. Всех заинтересованных сенаторов прошу также подключиться к этой работе. Финансированием политических программ в России занимаются сразу множество западных организаций. Вот, например, фонд МакАртуров. Один из основных доноров Центра независимых социологических исследований. Эта организация в нашей стране признана иностранным агентом. С 2002 года в неё было влито 1 млн 675 тысяч долларов. Только в прошлом году 300 тысяч. Деньги потрачены на гражданские движения, которые возникли на волне антигосударственных протестов. Якобы на изучение, по сути, на поддержку и развитие. С 2012 года данные о финансировании публикуются только на английском языке. Один из руководителей фонда Барри Лоуэн Крон пришёл в эту организацию прямо из ЦРУ, где он был спецпомощником директора. А вот сайт ещё одной организации, которая осыпает деньгами российские политические НКО. Международный республиканский институт в разделе «Цель работы» публикует фотографию с говорящей надписью «Стоп Раша». Институт – один из официальных спонсоров изгнанного из нашей страны агентства «ЮСАИД», которое активно влияло на политику через систему распределения грантов. Организациям такого рода в Совете Федерации намерены поставить заслон. Остаются для государства приоритетом при формировании бюджета. Об этом сегодня говорилось в ходе правительственного совещания, которое было посвящено главному финансовому документу страны. Министры определили основные параметры бюджета на предстоящие три года. Дмитрий Медведев отметил, что в условиях санкций и падения цен на нефть расходовать деньги необходимо как можно эффективнее. Мы продолжим вкладывать деньги в те программы, которые направлены на улучшение качества жизни, потому что мы их довольно серьёзным образом продвинули за последние годы. Они у нас стали больше. Совершенствовать будем социальные выплаты. В общем, эти вопросы тоже требуют отдельного обсуждения с учётом текущей ситуации. Россия ужесточит требования к импорту продовольствия из стран, поддержавших санкции, и перекроет все дыры и чёрные схемы для провоза запрещенных продуктов. Об этом сегодня заявил глава Минсельхоза Александр Ткачёв на встрече с руководством продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По словам министра, благодаря западным санкциям наша страна смогла раскрыть потенциал аграрного сектора. А теперь можно рассмотреть вопросы о запрете на ввоз другой продукции. Почему нет и кондитерских изделий? Потому что у нас очень мощная кондитерская промышленность уже десятилетиями, которая стала с коленой. В общем-то, наша продукция известна не только в России, но далеко за её пределами. Это рыбные консервы у нас в том числе. Неплохо развиваются последние годы рыбная промышленность, переработка, производство, добыча. И здесь тоже, так сказать, есть огромное поле для предложения сил, возможностей и так далее. Но я думаю, что можно посмотреть эти вопросы, рассмотреть и по цветам. Это тоже целая индустрия. Этим летом в России пройдут сразу четыре крупных молодёжных форума. Они состоятся в Крыму, во Владимирской и Калининградской областях и на острове Итуруп. Организаторами проектов выступает Росмолодёжь совместно с Общественной палатой. С 18 по 24 июля. Проводим четыре форума. Это форумы на Дальнем Востоке Итуруп, в Калининграде Балтийский Артек, территория смыслов на Клязьме Владимирской области и Таврида на Бакальской косе в Крыму. На всех форумах впервые проведём конвейер молодёжных проектов. И нам очень важно, что в этом процессе действительно мы всё делаем совместно с Общественной палатой, с комиссией Общественной палатой по поддержке молодёжных инициатив. Юбилей исторического парада Победы. 70 лет спустя на Красной площади снова собрались его участники и возложили цветы к могиле неизвестного солдата. А в эти минуты победители чествуют в храме Христа Спасителя. Репортаж Дмитрия Петрова. Каждый из участников парада Победы 24 июня 1945 года во всех деталях помнит тот день, ведь он стал самым главным для них в жизни. Они прошли тяжелейшую войну и добыли победу, одну на всех. Именно им Родина доверила пройти строем по главной площади страны и бросить к ногам народа-победителя знамёна поверженного врага. Их 211 человек, из них 7 героев Советского Союза, почти ровесники века. Каждый год в этот день они собираются в центре столицы, чтобы встретиться с однополчанами и с теми, с кем шли тогда в одном строю по брусчатке Красной площади. Когда мы шли по Красной площади, мы прямо ощущали то, что с нами вместе идут наши друзья и товарищи, которые не вернулись с фронтовых дорог. Одним из тех, кому доверено было нести знамя разбитого вражеского соединения, стал офицер московского гарнизона Анатолий Хапилов. Какой-то гренедёрский полк там. Их ведь было у нас 200 человек. А я в дивизии Дзержинского служил из дивизии 100 человек. И 100 человек с четырёх фронтовых. А сегодня, в день 70-летия, в Храме Христа Спасителя собрались вместе участники сразу трёх парадов. 7 ноября 41-го, 24 июня 45-го и юбилейного парада Победы 9 мая 2015 года. К ним с пастерским словом обратился патриарх московский Евсея Руси Кирилл. Для меня большая радость вместе с вами, под сводами Храма Христа Спасителя, отметить 70-летие парада Победы. Того самого парада, который венчал самую разрушительную и самую страшную войну за всю историю человечества.